Период царствования Период царствования Период царствования Бог, он тоже мудр Так же, как родители, Бог сразу не может на него Все трудности жизни, которые переживают христиане Сложить на этого ребенка духовного Чтобы он не сломался И когда в жизни человека приходят какие-то трудности Какие-то вопросы, он задает их Богу Бог посылает ему человека, который даст ему ответ Бог посылает к нему пророка, который скажет ему слово Бог открывает место Библии, которое дает ему ответ И когда я только начинал служить Господу И первая моя миссионерская поездка была на Украину И Бог зажег мое сердце Бог начал менять многое моей жизни И в той поездке, когда я вернулся назад Я понимал, что я проходил тоже этот период Детский период царствования Когда мне было трудно И я взывал Богу, Бог мне сразу давал ответ Бог или посылал пророка, который давал мне ободрительное слово Когда мы были на Украине Бог каждый день меня благословлял Бог показывал мне маленькие чудеса Но которые имели очень большое значение для моей личной жизни Когда мы поехали, были далеко в Таджикистане И когда были трудные моменты Но Бог посылал такие чудеса Которые просто поднимали меня Которые вдохновляли меня и заставляли Поднимали просто и вели дальше вперед Чтобы я не сломался Бог поддерживал меня И уже последние годы Бог начал по-другому работать Бог хотел, чтобы я сам уже вставал потихоньку И начинал идти И не всегда было уже Иногда не было такого большого Горящего желания внутри Куда-то ехать или что-то делать Но Бог хотел, чтобы я сам искал Бог хотел, чтобы я сам искал того пути Чтобы я сам поднимался Чтобы я сам заставлял себя Вставать на колени И искать Божьей воли Чтобы я сам заставлял себя Продолжать идти И было тяжело Были моменты, когда ты думаешь Может, Бога уже нету рядом Может, Бог, может, я что-то неправильно делаю Но Бог учил меня терпению Бог учил меня уважать Его И Бог, как психологи говорят Что самые разбалованные Самые, можно сказать, непослушные дети Это дети, которым все позволяет И когда нам что-то не позволяет Когда нас учат ждать, терпеть Тогда мы научимся терпению Мы учимся чему-то важному в нашей жизни Когда в прошлом году Я уже ехал на миссию У меня был уже какой-то Есть свой какой-то опыт Но я допускал раньше ошибку Когда я полагался на свой На какой-то опыт На свои какие-то знания Но я молился Господь Я не хочу делать то, что Я запланировал вот так Но может, ты хочешь сделать что-то по-другому Я считаю, что да, это планировать правильно Но если Бог, Он хочет что-то изменить Мы должны быть всегда готовы к этому И я молился, чтобы Бог направлял меня Чтобы Бог, Он использовал меня там Чтобы я был в том месте, где Бог хочет видеть меня Я считал, лучше я останусь дома Если быть в том месте, где, куда меня Бог не посылал И когда мы ехали уже на Украину Я заменял одного из лидеров групп Я был со студентами И я видел, что Бог, Он многому также учил меня И продолжает учить Я знаю еще многому, мне нужно научиться И там мы трудились Я видел, что Бог нас благословлял Бог приводил к нам людей На молодежное служение На евангелизации Которые мы там проводили Я видел руку Божию Я тогда осознавал, что приезжает лидер группы И у меня будет несколько месяцев свободного времени Я молился, чтобы Бог меня послал Или одну из групп Где нуждается в помощи больше Или послал то место, где я мог бы послужить И коротко очень скажу, что у меня была возможность Я никогда не мечтал быть в Африке Но я знаю, что Бог благословил Бог устроил Хотя я не мечтал и даже не планировал Но Бог устроил Я молился Молился неоднократно С усилием, чтобы Бог меня направил В то место, где Он хочет, чтобы я был И Бог все устроил С документами буквально в течение нескольких недель Я молился, уже мне дали ответ, что я могу приехать Бог устроил с документами, с перелетом, с дорогой И я познакомился с миссионерами, которые там трудились Кения, Африка И сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели короткое видео Буквально 6 минут И я дальше продолжу Светлые гости на светлом радио В Африке я был первый раз Страна Кения Город, которым я трудился Называется Киталы Там я занимался И работал с детьми больными Дети, которые выброшены Дети, которых оставили родители Очень много детей просто выбрасывают родители Просто в мусорнице или где-то в поле И я находил с моими африканскими друзьями Мы находили детей больных Детей больных с ПИДом Детей больных тифом, малярией Туберкулезом, очень разными болезнями И мы их привозили Привозили в госпиталь К моим друзьям Знакомым докторам Которые уже там их лечили Я вижу, что Бог открывает другие страны Примерно в таких домах Живут африканские семьи На окраинах города Если ребенок покушал один раз в два дня Там это нормально И это там, где они живут Они имеют десять детей Но один умер, а теперь она имеет девять В этом доме она умерла с трех Те, которые побогаче У них есть возможность держать скот И кушать мясо и другие продукты В основном они кушают кашу из кукурузы Это человек, ему никто не мог помочь Он подвернул ногу Через три года он больше не мог ходить Это дом, в котором он живет Однажды мы пришли в эту семью Мама сидела, оплакала Потому что не было чем покормить детей Бож сидит в тюрьме Двое маленьких детей у нее Поэтому, за сейчас она живет Она живет себе Здесь ее дома И для нее вода Она едет воду Она пойдет туда за water Пётит воды И сделает Это она Спасибо за вас Спасибо за вас Спасибо за вас Спасибо за вас Тех, кого у родителей есть деньги, они отправляют детей в такую школу, где они могут учиться. Также проводили медицинские клиники с местными врачами, христианами. Уезжали в отдаленные села, племена. День примерно на клинику приходила, было обследовано и оказана помощь примерно 200 человек. Люди приходили с рам с самыми разными болезнями, спид, малярия, тиф. Этот мальчик сейчас живет в детском доме, о котором я позже расскажу. Мама его больная с ПИДом, мальчик тут 2 года. Мама уже ждала, пока ребенок улет, дал его смерть. Когда мы его нашли, у него он был с желтой кожей. Также ходили в дома, помогали детям, больным. Этого ребенка его не кормили. Мы смотрели за ним родители, он просто ожогся, не быстрее. Это было. За детьми мало наблюдают родители. Если нет денег на медицину, то их не лечат просто. Проходят у них служения в основном. Что бы ты хотел, Андрей, пожелать нашим слушателям и телезрителям? Хотел бы пожелать особенно молодым людям моего возраста то, что вы можете планировать свою жизнь как-то по-своему. Вы можете жить так же, посещать служение, как это делал я. Но если вы Богу просто посетите свою жизнь полностью, если вы скажете, Бог, вот моя жизнь, вот есть какие-то мои планы, но я знаю, что у тебя есть планы намного больше, выше моих планов, и ты знаешь намного дальше и видишь намного дальше, чем я. И если вы это сделаете, если скажете Богу, чтобы Бог планировал вашу жизнь и чтобы Бог вас использовал, вы увидите, насколько интереснее будет даже ваша жизнь, насколько великие или большие планы у Бога есть для вас. Если вы будете планировать, у вас будут свои планы, у Бога будут свои планы на вашу жизнь. Эти планы никогда вместе не смогут работать. Если вы доверите Богу свою жизнь, вы увидите, как Бог будет вас вести, как Бог будет изменять вашу жизнь. И то место, куда вы придете, куда вы не поедете, Бог будет изменять вокруг жизни людей, которые будут окружать вас. Вы видели немножко о том, чем я занимался там в Африке И сразу я помогал одной из групп, которая там трудится Мы проводили медицинские клиники, проводили вместе богослужения Вообще Кения страна, она считается христианской страной Но идя в воскресенье по улице, ты можешь слышать Люди молятся, прославления, пения, молитвы такие громкие И также в Слэме, вот в этих местах, в глиняных домах тоже Они все приходят на служение, они очень легкие на подъем Но постоянство у них очень низкий уровень постоянства И в понедельник, вторник ты можешь видеть тех же людей, которые там пели на служении Я не осуждаю, но я говорю, как больно видеть эту ситуацию Эти люди, которые приходят на служение, и они искренне стараются славить Бога Но идя в свою старую жизнь, они начинают просто пить, блудить и жить дальше в своей жизни Когда приезжают делать какие-то семинары, евангелизации Я верю, что люди искренне, Дух Святой их влечет в покаяние Люди приходят, каются Но когда они уходят назад в свою жизнь, с ними никто не продолжает работать То эти люди просто начинают повидать в своих грехах Потом снова приходит очередное детослужение, и они снова искренне каются И эти люди нуждаются в тех людях, которые не просто поедут на короткое время Но которые останутся там, которые посвятят часть или всю свою жизнь Останутся там и будут трудиться с ними И когда уже перед отъездом, я просто начал, я видел, что у меня много времени нет Я не знал, вернусь я в Африку или нет И помимо тех дел, которых я помогал в миссионерской группе Я просто начал ходить с моими африканскими друзьями Собирать детей, которые выброшены, детей, которые болеют Я их собирал, детей разными болезнями По два годика дети больные с ПИДом, туберкулезом, разными болезнями Мы собирали их, отвозили их в госпиталь, там, где им оказывалось лечение Когда я уже почти уезжал, я осознавал, что детей этих Если я уеду, они также будут такой же жить жизнью Многие из них просто погибнут, потому что их лечить никто не будет Они никому не нужны И я молился, я говорил, Господь, что мы можем делать здесь с миссионерской школой Какое служение мы можем здесь нести И буквально в один вечер нам Бог дал такое желание Видя этих детей, найти дом, снять его в аренду И брать туда детей без дома Детей, которые просто выброшены на улицу Детей, которые живут в мусорнице Детей, которые просто живут на улице Мы закупили, Бог дал нам финансы буквально в один вечер Бог дал финансы, Бог обо всем позаботился И сейчас там живет человек, который заботится о них Который стирает им, готовит для этих детей И мое желание, чтобы там дети не просто вырастали Не просто их кормили, но чтобы они там познавали Христа С ними живет женщина, которая была мусульманкой Которая покаялась и искренне служит Господу И я благодарю Бога за то, что Бог, это Божья работа Я знаю, что все сироты, они от Бога, он отец сиротам Я знаю, что Бог об этом заботится И я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность Трудиться в миссионерской школе С которой мы сейчас держим этот проект И я знаю, что там еще много детей, которых познает Иисуса Христа Мое желание, чтобы они выросли и пошли дальше по тем странам Африки Чтобы они дальше там трудились Мое желание для молодых людей, для молодежи, для студентов Я знаю, что Господь, Он силен сегодня поднимать таких людей, как я Которые, может, не самые обученные в теологии, в христианстве Может, не лучше всех знают Библию, не самые лучшие проповедники Но я знаю, что если Господь, Он привел тебя на это место, в эту школу, в эту церковь Я знаю, что Господь, Он нам дает все возможности, чтобы не оставаться просто на месте А идти туда вперед, куда зовет Господь Нам в церкви, я знаю, что нам в церкви всем приятно Особенно, когда у нас сильное служение, хорошее прославление, очень сильные молитвы Нам всем приятно, мы чувствуем присутствие Духа Святого Но я знаю, что есть, я видел тех новых людей, которые нуждаются именно во мне и в тебе Я знаю, что им также хочется услышать об Иисусе Христе И мне было бы очень приятно, когда я пришел бы на небо И ко мне подошел бы или маленький африканский мальчик, или какая-то русская бабушка украинская И сказала, Андрей, спасибо тебе за то, что ты мне когда-то помог Вязалик, спасибо тебе за то, что ты мне когда-то просто подошел, обнял и сказал об Иисусе Христе, что Он любит меня Я теперь могу находиться здесь с тобой вместе на небесах Господь, Он сегодня призывает каждого из нас Господь не использует талантливых, самых умных Но Господь использует также тех, которые доверяют свою жизнь Ему Я знаю, что насколько мы доверим свою жизнь Ему, настолько Бог, Он может нас использовать Слава Господу! Редактор субтитров А.Семкин